Ну вот, друзья, наконец-то у нас началась масштабная пассивная. И сейчас у меня на временно домашней даче уже растет цветочная рассада и различные овощи. Это лук, сельдерей, перцы, баклажаны, немного огурчиков на ранний урожай. И недавно к ним присоединились томаты. Сеяла я семена числа 10 марта в общий рассадник. А сейчас пришло время пикировать сеянцы в отдельные стаканчики. Поэтому я сегодня этим буду заниматься, а заодно вспоминать все важные моменты в выращивании помидорной рассады. Сколько ее нужно досвечивать, в каких условиях содержать, нужно ли подкармливать и вообще все то, что нам нужно сделать, чтобы вырастить здоровые и крепкие саженцы. Итак, первым делом напомню, что если у вас в квартире категорически просто не хватает места для рассады, то часть помидоров можно сеять прямо на даче, примерно в начале апреля в теплице. Я последние несколько лет так и делаю. Ранние сорта сею и выращиваю в теплице, а средние или же поздние дома. Более того, дома тоже сею двумя способами. Первый это в большой глубокий общий рассадник с тем расчетом, чтобы прямо в нем растить рассаду до высадки в грунт. То есть без пикировки в отдельной горшочке. А по мере подрастания сеянцев я буду подсыпать к ним грунт и заглублять их. Таким образом я опять же пытаюсь сэкономить место в квартире. Ведь для такого рассадника нужно его гораздо меньше, чем если пикировать рассаду по отдельным стаканам. Ну а когда придет время высадки растений на постоянное место, то я возьму эту чашку, достану все растения разом, разъединю их и парочками высажу на грядку. Второй вариант это сначала я сею семена стандартно в общую плошку, а затем пикирую сеянцы по стаканчикам. Рассаживаю я их маленькими в фазе первых настоящих листиков, так легче с ними работать, да и травмируются они меньше. В самом начале грядку с рассады я хорошо проливаю, чтобы земля смягчилась и корешки легче рассоединялись. Затем беру пол-литровый одноразовый стакан, на дно его насыпаю немного грунта, лопаточкой из общего рассадника вынимаю парочку сеянцев, стараюсь чтобы вместе с земляным комом побольше, и опускаю их практически на самое дно стакана. Причем землю вокруг стволиков я особо не обжимаю, чтобы их не сломать, а просто немного поливаю водой, она поможет заполнить все пустоты. И с боков присыпаю их землей. При пересадке я заглубляю семцы до семи долей, а дальше все так же как и в общем рассаднике. Растения подрастают, я их присыпаю грунтом, только уже каждое растение отдельно. Оно со временем наращивает дополнительные корни и становится крепче и сильнее. Кстати, многие спрашивают, а можно ли сразу сеять семена в большие емкости и выращивать их вообще без промежуточных этих пересадок? Можно-то можно, но тут есть такой риск в том, что пока семечек подрастает и потом, пока сенец маленький, ему не нужна большая площадь. На этом этапе главное, чтобы в грунте было достаточно кислорода. Корешки в это время у них еще маленькие и в больших емкостях при поливах они не впитывают всю воду. И земля долго остается переувлажненная. И именно вот такая почва быстро закисает и поражается различными грибковыми болезнями. Поэтому, если все-таки вы решили сеять и выращивать рассаду в общей емкости до высадки в грунт, то поливать ее нужно умеренно, постепенно увеличивая объем по мере роста растения. Для помидоров же вообще больше подходит редкий, но обильный полив, чем, например, частое поверхностное увлажнение. И вода, конечно же, должна быть теплая и отстоянная. Подкормки томатов в рассадный период они не обязательны, с тем условием, что если грунт изначально хороший и питательный, и в нем есть и минеральные, и органические удобрения, и о том, что растениям всего хватает, будет говорить их внешний вид. Но если рассада выглядит хило и поникше, например, может быть у них желтеют листья, то тогда их лучше подкормить комплексным органоминеральным удобрением, только с пометкой для рассады. Далее, сейчас пока еще естественного света мало, и поэтому еще хотя бы до середины апреля я рассаду досвечиваю часов так по 14-15 в сутки. И также примерно в середине апреля я ее буду перевозить в теплицу, расставлю там контейнеры и чашки на среднюю грядку, а над ней дополнительно установлю мини парник из панбонда и продолжу выращивать ее уже там. Более того, как только земля на этой грядке прогреется, обычно это во второй половине апреля, я те томаты, что предназначены для теплицы, уже рассаживаю по местам. Те же помидоры, что для открытого грунта, я обычно высаживаю в первых числах мая, тоже в парники из укровного материала. И так как грядки у меня 5 метров длиной, 80 сантиметров шириной, то я высаживаю растения через каждые полметра в шахматном порядке. И на одну такую грядку у меня помещаются 19 саженцев. А если же я выращивала их в стаканчиках по 2 растения, то в ломку высаживаю также парочками. И в итоге у меня получается 38 растений. Но пока нам еще до этого далеко, а это значит, что приступаем к посевам, пикируем рассаду и решаем любые задачи по мере их поступления. А в завершении, ради интереса, предлагаю провести опрос. Пишите в комментариях, кто и где уже посеял томаты. Может быть кто-то откладывает это еще на более позднее время. И конечно же, обязательно делитесь сортами, которые вы выбрали для выращивания в этом году. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мои каналы. Ссылки, как всегда, в описании. Продолжение следует...